Всем привет, сегодня у меня тренировка грудных. Сейчас на мне специальное устройство. Цепляйте эти штуки и выбирайте необходимую вам часть тела для разогрева, массажа, либо же восстановления после тренировки. Тут есть мышечная атрофия, боль в спине, боль в мышцах. Также есть режим реабилитации. Если у вас есть травмы мышц, выбирайте этот режим, нужную мышцу, и это поможет вам восстановиться. При различных травмах помогает восстановиться гораздо быстрее. Сейчас у меня режим разогрева, чтобы улучшить приток крови. Подготавливает все мышцы грудных к работе и разогревает, что очень важно. Почти невозможно подготовить все волокна к работе, заставить их гореть, но эта штука активирует все мышечные волокна. Еще немного посижу, и когда пойду жать, я буду себя чувствовать более готовым и разогретым, нежели обычно. Перед началом видео сможете ли вы ответить на мой небольшой вопрос в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто магия. Касательно жима, если у вас есть дисбаланс, и одна рука жмет быстрее другой, очень часто это по причине зажатости в спине. Чувствую, что мои ромбовидные и широчайшие на левой стороне очень забиты. И лучшее, что вы можете сделать, это убедиться, что все мышцы спины расслаблены. А для этого возьмите какой-нибудь мячик под спину. И начинаем раскатывать зажатые места. И это очень поможет вам во время жима лежа. Когда вы будешь бенчать. Когда вы бенчите. не касайся грифа пока меня совсем не задавит вообще не трогай гриф хорошо все окей о боже неплохо это первый жим 260 килограмм за последний за последние два года для первой попытки весьма неплохо я думаю это больше здесь я очень редко фейлю подходы на жиме это 265 килограмм на гибком грифе он длиннее обычного и я не контролировал штангу когда она была на груди и когда начинаешь выжимать ее начинает трясти если жать на нормальном грифе когда жим более стабильный это будет в районе 300 килограмм продолжаем работать хороший тест на сегодня чтобы немного раздвинуть свои границы это меня пугает когда происходит мертвая точка я лучше поставлю на стойке и пожму еще раз потому что когда пытаешься преодолеть мертвую точку это идеальные условия для отрыва мышц если у вас будет мертвая точка лучше поставьте штангу обратно и попробуйте снова на следующей неделе все равно я доволен это 265 фунтах о боже сейчас посмотрю это примерно 585 да так есть 585 фунтов неплохо я доволен сейчас буду делать жим на наклонной скамье пожиму еще гантелей и что-нибудь еще по мелочи вот 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 Продолжение следует... Нет, не сегодня. Обычно это не проблема. Просто вчера была тяжелая тренировка ног и еще плюс переезд. Приседал 300 кг на повторы. Тяжелый жим ногами, тяжелый йог и еще 3 часа обратно. И весь вечер я снимал документальный фильм. И я только сейчас понял, что я устал. Очень хорошо сделать упражнения на растяжку после основной работы. Просто чтобы растянуть мышечные волокна. А также это хорошо наполняет грудные мышцы кровью. Что в свою очередь поможет восстановлению. Нагоняется кровь в мышцы. Помогает быстрее залечить микронадрывы. А также терапия холодом, массаж. Если все сделать правильно, каждую неделю вы будете становиться сильнее и больше. А теперь я буду встретить микронадрывы. Сейчас жим с пола. Если у вас есть тренажер для шрагов, пару манипуляций и можно делать жим с пола. Никакой инерции, отлично прорабатывает мышцы. И отлично для построения силы, во многом за счет угла самих рукояток, прокачивает другие части трицепса и по-другому прокачивает грудные. Три-два-один. И еще один, можно побольше навесить. Три-два-один. Три-два-один. Это не было приятно Быстрая тренировка сегодня 12 часов 3 часа это быстрая тренировка Ага Сегодня жим на горизонтальной скамье я сделал до 265 или 585 фунтов Затем на наклонной пожал 220 Растянул грудные на блоке 3 подхода по 10 повторов Хорошая растяжка с тяжелым весом Да, 3 по 10 на блоке После жим с пола 5 по 10 5 подходов по 10 повторений Друзья, если вы хотите, чтобы я продолжил переводить дорогу Эдди Холла к жиму в 317 кг Напишите комментарий И давайте соберем под этим видео на YouTube 200 лайков Тогда я пойму, что вам это интересно Всем спасибо и пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!